добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц сегодняшнего видео будет про пересадку или перевалку виолы если честно я не планировала его снимать и вообще за все наши видео никогда мы не не показывали особенно вот сами эти моменты как пересаживать как переваливать потому что ну кажется что это все все давным давно знают и уж тут никаких нюансов быть не может но мне задают и задают вопросы покажите как именно я сейчас покажу может быть конечно что-то для себя индивидуально вы услышите увидите в этом видео я постараюсь сказать рассказать все все нюансы которые я могу сказать и так вот у меня есть виола ну такая вот виола это из профсемян вот у нее корни уже оплели весь земляной ком соответственно пришло время ее пересаживать и опять же я говорила в видео про виолу о том что вот смотрите она чуть-чуть ее бы посадить пониже потому что она болтается на не держит кустик я взяла просто для образца 5 штук на самом деле у меня их намного больше и подготовила они вот здесь находятся в классмане ну то есть они уже были распикированы вот в эти маленькие 100 граммовые стаканчики с классманом я взяла почвогрунт почвогрунт готовится из смеси земли вермикулита того же классмана то сделается более питательный чем классман но в то же время очень рыхлый грунт по почвогрунту как его готовить это все таки отдельное видео сейчас мы чисто вот перевалку будем рассматривать я подготовила стаканчики больше то есть по 200 миллилитров такие стаканчики внизу прорезь и естественно на дне обязательно прорезь очень рыхлый вот этот почвогрунт я написала название сорта на самом деле она более длинная но для меня понятно что это будет желтая виола и я смогу сориентироваться написано это на малярном скотче на самом деле мне не важно я могу писать маркером на стаканчике белым черным как угодно но в этот раз вот попался под руки мой малярный скотч на нем я и написала все в стаканчике я насыпаю воды 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 земли насыпаю земли но чуть меньше половины из расчета того что высота вот этого стаканчика примерно вот смотрите вот примерно вот таким образом я насыпала землю теперь я буду добавлять удобрение длительного действия в моем случае это база код не приготовила не поставила рядом но надеюсь вы меня простите база код я добавляю всегда вот начиная с такого объема по несколько штучек каждый стаканчик на несколько штучек придавливаю немножко грунт чуть-чуть уплотняю можно конечно перемешать база код с грунтом чтобы не обжигались корни но я не замечала чтобы он именно обжигал поэтому я этому внимание особо не уделяю как-то далеко умники стаканы стоят тянутся за ними уплотняем только для удобства в общем то это необязательная процедура теперь берем ну не знаю ничего сложного то есть взяли вот так двумя пальцами зажали перевернули чуть-чуть чуть-чуть помяли вот этот стаканчик очень аккуратно и вот пожалуйста целиком без малейших повреждений вышло наше растение берем вот этот стакан так вот с этой стороны берем вот этот вот стакан берем сейчас разверну чтобы было видно туда ставим стараемся ставить по центру если будет не сильно по центру мой бог с ним пусть будет не сильно по центру это все равно временное жилище для этой виллы и со всех сторон засыпаем землей вот так подкручивая стакана сушен в этой это я так делаю я так делаю я отношу себя в общем-то к любителям я видела как делают тепличники профессионалы так там вообще все молниеносно просто вот я просто могу потратить время на это все поэтому делаю не торопясь мне это в удовольствие я обычно ставлю какой-нибудь youtube канал чтобы у меня воспроизводились какие-нибудь ролики слушаю иногда посматриваю в экран очень вам кстати тоже советую домашние дела какие-то делаете готовите убираетесь включайте канал слушаете это в любом случае и полезнее познавательнее чем просто включенный не знаю телевизор например так я покажу все покажу покажу ну вот смотрите тут самое главное уровень почвы чтобы растение не было заглублено чтобы она опять же не болталась на поверхности вот видите вот сейчас это виола стоит намного более уверенно чем стояла в предыдущем стаканчике я этого и добивалась на что нужно обратить внимание на то чтобы вот здесь не оставалось пустот то есть почему я вот протряхивала эту землю именно для этой цели чтобы не было пустот чтобы корни не оголялись просто опять же если вот совсем совсем все плохо и пустоты остались и вы видите что прям вот здесь вот корни сейчас покажу что надо сделать вот берем шпажку палочку для суши и прям по краю стакана вот так вот пропихиваем землю даем ей возможность просочиться внутрь и закрываем оголившиеся корни что еще можно рассказать по перевалке растений ну наверно все таки про влажность земли у меня не получается пересаживать из пересушенной земли потому что а многие это делают потому что если допустим вот этот вот экземпляр был бы в сухом класс мане я бы его вытащила и у меня бы никоим образом не сохранился вот этот вот земляной ком то есть классман очень рассыпчатый торфогрунт и он ну он просто развалился понимаете что происходит переворачиваешь сюда эти отвалилась немножко потому что я это делаю не слишком тщательно а когда он сухой отваливается намного намного больше и оказывается что пол растения вместе со своими корнями просто вываливается неизвестно куда вот поэтому я всегда опять же если грунт переувлажнен происходит ровно то же самое под тяжестью грунта отваливается половина корневого кома земляного кома с корнями и все как бы утрачен весь достигнутый по развитию корней результат растение выживет конечно но тормозить развитие будет поэтому я всегда беру такое полувлажное состояние грунт которым я засыпаю он тоже не совсем сухой но он как-то у меня знаете не бывает сухой то есть равно эту смесь я готовлю непосредственно перед работами по пикировке пересадки перевалки скрываешь пакет грунтом он все равно такой влажноватый вот видите еще одно то есть самое главное не обязательно чтобы по центру было вот видите у меня здесь немножко сдвинуто это не самое главное то есть если бы это был комнатный цветок который мы садим уже на постоянное место жительства то ну да да там чем центре посадишь тем будет красивее он смотреться а это временный стаканчик то есть не позже чем через месяц это виола будет высажена на постоянное место произрастания и все будет замечательно поэтому тут мы следим а дальше момент кстати грунт после того как мы засыпали мы должны его уплотнить то есть вот здесь вот он должен быть в этой части рыхлый но придавленный уплотненный то есть мы просто посыпем и польем после этого то вся эта земля очень быстро уйдет вниз но уплотненном грунте такого быстро не произойдет так что еще что еще вот эти стаканчики которые остались вот тут написано виола 79 79 это номер тинктуры в галактике это номер под которым было по посажен это растение у меня в записях она есть спрашивает про вот эти стаканчики но зачем обрезанные я уже рассказывала за тем чтобы их больше просто вместилась в емкость смотрите вот вот видите вот здесь вот вот в такую емкость входит либо 45 либо 50 даже можно поместить вот таких обрезанных стаканчиков за счет того что у них края не дают жесткости и вот эти стаканчики после однократного использования я выбрасываю нет я их не мою я не стираю вот этот вот маркером не пишут ой как же вы стираете не стираю я не просушиваю потом это все тщательно поэтому я не помню сколько они стоят но это вот совсем недорого по моему 43 копейки по моему стоит вот такой стакан ну то есть вполне можно позволить купить никакие это не супер расходы ну что прошу прощения за такое простое видео но это действительно по просьбам вот если у вас есть что добавить но какие-то нюансы может быть я что-то забыла я прям чувствую что что-то я забыла сказать важное вы добавляйте в комментариях пишите ну с удовольствием все прочитаем и учтем вот но и вот это видео для новичков я надеюсь что я вам показала хороших красивых вам растений с вами была анжелика пока пока не срабатывает